Тем временем мы не можем с вами отрицать, что этот маятник крови в руках Вадимира Путина раскручивается с каждым днём всё больше и больше, всё сильнее и сильнее. Огромное количество людей уже признаны экстремистами и террористами в России. Среди деятелей культуры, среди политических деятелей. Фарида Курбангалеева, Яна Троянова, Евгений Киселёв, Татьяна Лазарева. Татьяна Лазарева, которая последние годы только и делает то, что помогает детям в России и детям в Украине, предоставляет гуманитарную, социальную помощь, финансовую поддержку. У неё работает фонд. Но она экстремистка и террористка. А Мария Захарова, которая оправдывает преступления Путина в отношении украинских детей, не экстремистка и не террористка. Борис Акунин, который подарил России, россиянам, нормальную, понятную историю России, честную историю в десяти томах, враг народа, экстремист и террорист. А Путин, который искажает историю России, который просто пытается переделать эту историю, который является гомункулом, чем-то средним между Распутиным и Сталиным, который совершает преступления каждый божий день, он не является ни экстремистом, ни террористом, ни просто преступником в России. Навальная, Юлия Навальная, признанная экстремисткой и террористкой, заочно осуждена в Российской Федерации днями. Она уже не сможет взять своих детей и приехать на могилу к своему мужу, к Алексею Навальному. И дети не смогут на эту могилу посмотреть, потому что их маму сразу арестуют, а их отправят в детдома. И посмотрите, какой цинизм. Посмотрите на это дело Евгении Берковича и Светланы Петричук. Двух драматургов, режиссеров, которые в 2020 году поставили обыкновенный спектакль. Финис «Ясный сокол», который рассказывал абсолютно правдивую историю о русских женщинах, которые отправляются в Сирию, там выходят замуж и потом обвиняются в террористических атаках. Абсолютно правдивый, базированный на документах, на фактах, спектакль. Который вскрыл путинский нарыв, который вскрыл путинский фурункул на теле этой Российской Федерации и показал маленькую толику того, что происходит реально с Россией и того, что Путин делает в отношении Сирии. В 2020 году им рукоплескали, им дарили награды, те же россияне. А сейчас их Путин и его чекисты упекли за решетку на долгие шесть лет. Такого не было со времен Сталина. Это Сталин уничтожал Мандельштама, семью Ахматовой, это было дело расстрелянных поэтов, Хармс, Вознесенский, Шаламов, Солженицын. Это все было во времена Сталина. Путин вернул эти времена. Он постепенно это делает. Однако во времена Сталина находились такие люди, как Пастернак, который защищал семью Ахматовой и Мандельштама. А в современной России никого не находится, кто может защитить Беркович и Петричук. Находятся другие. Такие, как кровавый барин Никита Михалков, который говорит в интервью ТАСС, что «А погодите-ка, у нас в России еще много деятелей культуры, предателей, врагов народа, которых можно посадить и расстрелять, и разобраться с ними». Никита Михалков, который коррумпировал абсолютно все и ворует абсолютно на всем, от алмазов и до древесины в России, и заканчивая флешками и дисководами, от которого зависит судьба любого фильма в Российской Федерации. Михалков, на руках которого огромное количество крови, тонны и тонны крови, да он весь в крови и в говне Владимира Путина, прихлебатель Никита Михалков. То, что сейчас происходит в отношении людей в России, в отношении вот этих вот деятелей, политики, культуры, это тихий ужас. Кара Мурза в тюрьме, 25 лет, в больнице сейчас тюремной, с ним нет никакой связи. Илья Яшин постоянно в ШИЗО, его, вероятнее всего, ждет судьба Алексея Навального. Его убьют, как и, вероятно, Кара Мурзо. Для Путина они личные заключенные, политзаключенные, это его заложники. Он знает, что он может распорядиться и в один прекрасный день их просто по щелчку его пальцев уничтожит, ликвидируют, отравят, убьют, повесят, расстреляют, неважно. То, что он прикажет, то, что он скажет. Уже сейчас Алла Пугачева звонит всем своим близким, всем своим знакомым, всем своим друзьям в России, как говорят многие российские СМИ, и просит их, умоляет, покинуть территорию Российской Федерации, потому что у нее есть информация, что скоро в России, в путинской России будет катастрофа. Что Путин окончательно слетит вместе с его режимом чекистским с катушек. А знаете, почему так говорит Алла Пугачева? Потому что все очевидно. Потому что в России скоро пройдет большая полномасштабная мобилизация. Потому что в России скоро будут отбирать имущество абсолютно у всех. После Невзорова будет Пугачева, после Пугачевой будут другие. Потому что вскоре в России закроют все границы, опустится железный занавес, а с 1 ноября начнут раздавать электронные повестки, и миллионы-миллионы мальчиков и девочек не смогут покинуть территорию Российской Федерации. Потому что детей 15-14-летних уже сражают. Не верите? Откройте это фиктивное дело, шитое белыми нитками в отношении так называемого покушения на Ксению Собчак и на Симоньян. Там сидят в рамках этого дела 16-15-14-летние подростки, над которыми в тюрьмах издеваются, их насилуют, их третируют, их пытают током, их душат. И это все задокументировано и выложено уже давно в средствах массовой информации. Почитайте медиазону. Это все происходит сегодня. Путин идет по пути Иосифа Сталина. Поэтому Пугачева и призывает своих друзей и их детей моментально покинуть территорию Российской Федерации. Потому что в России скоро будет катастрофа. Путин скоро вернет в Россию в 30-е и старинские годы. В годы большого террора, в годы ГУЛАГа, в годы расправ, расстрелов и смертной казни. Которая тоже в скором времени появится в Российской Федерации благодаря Владимиру Путину и его чекистов, которые так ратуют за это, потому что у них чешется одно место. У них все места чешутся, чтобы только расстреливать людей и вешать, и травить. Больше, больше и больше день от дня. Здесь важно сказать одно. Когда мы говорим с вами об экстремистах и террористах, вы должны понимать следующее. Потому что этими экстремистами и террористами завтра уже могут стать ваши семьи, ваши близкие, ваши родные, ваши родственники. Ваши сыновья и дочери. В 2006 году Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому силовики российские, в первую очередь ФСБ, имеют право ликвидировать любого террориста и экстремиста за пределами России. В любой точке земного шара. Просто в любой. Имеют право приехать, отравить, застрелить, переехать машиной, что угодно с ним сделать. Похитить его и посадить в российскую тюрьму и убить его там. Поэтому очевидно уже, что Путин попытается убить Ходорковского, Невзорова, Пугачёву, Максима Галкина. Попытается убить Акунина. Попытается сделать всё возможное, чтобы уничтожить жизни Яны Трояновой, Татьяны Лазаревой. Огромного количества людей. А параллельно будет убивать Карамурзу, Яшина, Беркович, Петеричук. Орлова. Огромное количество людей, которые сидят у него в застенках, в российских тюрьмах. Это будет кровавая баня, которую устроит в ближайшее время Владимир Путин. Поэтому Пугачёва и призывает. Уезжайте, покидайте Россию. То, что сейчас будет делать Владимир Путин, это будет кошмар. Это будет море крови. Он не собирается останавливать войну. Он собирается её продолжать. И для того, чтобы её продолжить, он устроит массовые трагедии. Массовые расправы в Российской Федерации. В первую очередь среди россиян. В первую очередь среди тех, кто выступает против войны и против Путина лично. И этот список, чёрный список Владимира Путина, будет с каждым днём увеличиваться и увеличиваться. И количество фамилий и имён там будет возрастать день ото дня. С вами был Александр Демченко. Вы были на канале Дмитрия Гордона. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.